Всем привет, это скринкасты, меня зовут Николай Шеляковский, я работаю в сети мобили и сегодня мы продолжим разрабатывать свое первое приложение на основе кода генератора, который мы используем в своей работе. В прошлый раз мы сделали шаблон приложения, мы показали как это делается легко и непринужденно, в этот раз я в этот же шаблон приложения добавлю обработку get и пост параметров. Покажу как это можно сделать легко и просто, ну в общем-то, наверное, как обычно. Собственно, если заглянуть ранее, мы создали свой пакет echo handler, который должен отвечать тем же запросам, который к нему пришел, но сейчас он молчалив, не отвечает ничего и давайте попробуем почитать get параметры, которые ему приходят и эти же get параметры отдать в ответ. Для того, чтобы прочитать нам get параметры, нам нужно и с контекстом достать сам реквест. Этот реквест мы куда-нибудь сохраним для того, чтобы с ним потом было легко и непринужденно работать. В контексте это у нас http request. у реквеста есть свойство метод, по которому мы можем смотреть, что же к вам прилетел за метод. Это post, get, put и так далее. Так как наш контроллер предполагает, что мы будем отвечать на несколько методов и хотим это делать в рамках одного обработчика, сделаем switch на этот метод. Соответственно, в зависимости от того, какой метод нам придет, мы так будем отвечать. Первый кейс у нас это http method get, который мы хотим обрабатывать. Ну и пока мы больше ничего не обрабатываем, поэтому определим дефолтное поведение, которое будет просто паниковать. Нечего обращаться к нам по тем методам, с которым мы не умеем никак работать. То есть, если же вдруг кто-то неправильно попытается использовать наш модуль и отправит запрос методом не get в данном случае, мы бросим панику. Соответственно, наше приложение упадет, но так и надо, потому что это зависит не от пользователя, это зависит напрямую от программиста. Если другой программист, используя наш модуль, неправильно его использует, приложение должно падать. Если бы это зависело от пользовательского ввода, мы бы здесь аккуратненько ответили, что ой, прости, мы так не умеем, так нельзя и пожалуйста, делай это по-другому. Собственно, что же мы здесь можем сделать? Мы можем у нашего реквеста мы можем попарсить там параметры, которые к нам прилетели. Соответственно, чтобы нам обработать get параметры, мы написали кейс метод get, и в этом кейс метод get мы сейчас будем разбирать пользовательский ввод, который к нам прилетел. Соответственно, что мы можем сделать? Мы можем у реквеста попарсить все параметры, которые к нам прилетели. Есть замечательная конструкция и замечательный модуль URL, который позволяет нам попарсить все параметры. Ему нужно передать из реквеста непосредственно тот ввод, который к нам пришел. То есть наш реквест-ури. Таким образом, на выходе мы получаем распаршенные параметры и ошибку, если их вдруг не удалось распарсить. Собственно, что мы делаем? Мы сначала проверим, что у нас нет ошибки при парсинге параметров. Если же вдруг ошибка есть, нам надо сразу же отдать ответ, пустой ответ, сказать, что никакого тела не будет. Вы здесь прислали какой-то абсолютно неправильный пользовательский ввод. Ну и в ошибку мы сделаем какую-то ошибку. Инвалид парамс, например. Так, чтобы пользователь, ну или пользователь, или мы хотя бы в логе увидели, что кто-то к нам пришел со странными параметрами и вообще это не предполагалось. И мы не хотели такое обрабатывать. Что мы будем делать дальше? Давайте мы не будем завязываться на какой-то конкретный параметр гетовый, который нам приходит. Мы попробуем посмотреть вообще значение всех параметров, которые пришли, склеить их вместе и отдать такой ответ. Для этого изначально мы подготовим свою пустую строчечку, в которой мы будем собирать, конконтинировать ответ. И дальше возьмем наш query. Наш query — это как раз все параметры распаршенные, которые мы можем как-либо использовать. Чтобы нам пройтись по всем параметрам, которые были переданы, мы можем использовать функцию range. Потому что query — это как раз-таки мапка, по которой можно бегать. Соответственно, мы возьмем range. И в нашу переменную red, которую мы подготовили заранее, мы будем из query доставать параметры по их именам. Имена у нас уже есть. Соответственно, можно сказать, что мы из query достанем все параметры, сконкатинируем их вместе. И это будет теоретически тот ответ, которым мы должны ответить пользователю. Так и сделаем. То есть не было ошибок, мы все сконкатинировали. Окей, давайте проверим, будет это работать или не будет работать. Собираем наш контейнер. Нет, что-то мы написали. Что-то... А, все, я понял. Я не подключил модули необходимые. Сейчас мы их подключим. Нам нужен был модуль HTTP. Нам нужен был модуль Errors. А то я сильно вольготно начал использовать. Так. Может, еще что-то забыл? Нет, вроде больше ничего не забыл. Ага, где-то очкаточка у меня прошла. Request. Request. Вот. Request. Парам-парам. И паник я где-то не очень правильно написал, конечно. Собираем контейнер. Так, query. Что у меня тут с query пошло не так? Query. А, query.get. Get. К. К. Параметр. Скобочки. Скобочки, скобочки. Да, докер сегодня не очень шустрый. Так, вуаля. Наш контейнер собрался, даже запустился. Можно посмотреть в логах. В логах мы видим, да, что он стартанул. Все окей. Давайте попробуем. Сначала, как всегда, aliveness.probo. Да, контейнер жив. Можно с ним работать. Теперь попробуем наш API V1.echo. И передадим туда каких-то параметров. Например, A, в котором напишем hello. И параметр B, в котором напишем world. Вуаля, мы видим оба значения параметров у нас конкатенировались вместе. Они вывелись нам значением обратно в ответ. То есть все успешно работают. Таким несложным способом мы сделали сейчас обработку get-метода нашего контроллера. Разобрали все параметры, которые там есть, конкатенировали. Попробовали как-то с этим поработать. Все, в общем-то, легко и непринужденно. В основном все при помощи самого языка и модулей, которые есть в этом языке. Ну и в будущем мы, конечно же, поработаем, чтобы это упростить. И объект параметров, который нам приходит на вход, он был действительно описан объектом, какими-то структурками, чтобы это было красиво еще получше и поудобнее. Теперь же попробуем обработать пост-параметр. Чтобы пост-параметры к нам начали приходить, тот контроллер, который мы зарегистрировали в роутах, нам надо добавить, что мы готовы принимать и обрабатывать теперь метод пост. После этого в нашем новом созданном контроллере мы можем добавить еще один кейс. Этот кейс у нас будет http-метод-пост. С методом пост мы работаем несколько по-другому. Дело в том, что пост у нас прилетает не как где-то параметры, а это body. Нам нужно вычитать этот body из тела, которое пришло, и этот body как-то распарсить. Так как нет четкой структуры, можно, конечно, полагаться на все, что угодно. Поэтому мы определим интерфейс, и этим интерфейсом будет являться у нас JSON. То есть мы будем на вход в body ожидать JSON. Этот JSON как-то попарсим. Соответственно, наше приложение еще немножко приукрасим парсингом JSON и работаем с ним. Ну и договоримся о том, что в интерфейсе, в этом JSON, который нам прилетает, мы ждем поле message. И это поле message мы как раз будем возвращать обратно. Так, для этого нам надо объявить новый тип, то есть новую нашу структурку. В этой новой структурке мы объявим единственное поле, о котором договорились, это поле message. Это у нас string. В эту по рамку мы будем как раз-таки демаршалить наш JSON, то есть нашу строчку, которую мы вычитали из EO. То есть в эту структуру мы будем демаршалить как раз входящий поток, то есть наш body, который мы вычитали из JSON. Чтобы это корректно работало, нам нужно было указать еще, из какого поля JSON брать нам значение. Сделаем его одноименным, то есть у нас есть поле message, и в JSON это тоже поле message. Не будем изобретать каких-то новых вещей странных. Откуда же нам взять body? Body, конечно же, тоже лежит в реквесте. Реквест мы берем из контекста, из нашего. Выше мы его уже вытащили. Вот наш реквест есть. В структурке реквест есть body. Body это как раз то тело, которое нам присылает пользователь. Его мы и будем читать. Соответственно, когда мы читаем body, обязательно нужно его закрывать, потому что если мы не вычитали его до конца или что-то сделали, и body будет не закрыт, то тому софту, который является балансером, и который балансирует нам запросы от пользователей к нашим приложениям, мы просто его будем держать, не рассказываем о том, что мы прекратили это читать. Поэтому правилом хорошего тона всегда сразу же пишем defer, чтобы по выходу из нашего блока кода мы сразу же закрыли тот файл хэндл, который мы читали. Конечно же, здесь надо было написать, что мы хотим получить дату ошибку, и это все у нас eoutil модулек. Read all читаем мы из body. Body это файл хэндл, соответственно, из него можно почитать порциями. Если же нам вдруг прислали здесь очень много всего, там, не знаю, мегабайты, гигабайты и все остальное, мы всегда можем читать совсем по чуть-чуть и обрабатывать порциями. Это очень удобно, главное об этом не забывать, потому что если вы не проверили, например, вот как здесь, я сейчас не проверяю, потому что это пример, мы можем здесь спокойно сожрать всю оперативную память нашей машины, она уйдет в своп, там, не знаю, или процесс будет убит операционной системой, потому что не хватило оперативки. Так делать не стоит. Если вы читаете какой-то бадди, обязательно проверяйте его размер до того, как вы прочитали, ну или читайте хотя бы порциями. Так будет гораздо удобнее, лучше и понятнее для других. От закрытия нашего файл хэндла мы ничего не ожидаем, но мы ожидаем, что он будет закрыт. Так, что-то я где-то опечатался. Ага, понятно, он ругается на то, что я ничего не вернул, но это мы сейчас поправим. Все, у меня лишняя скобочка затесалась. Мы уже прочитали наш бадди. У нас уже есть данные, которые есть из пользовательского ввода. Мы обязательно должны проверить на наличие ошибок. То есть, если вдруг произошла ошибка при чтении, а это могло произойти, например, в случае, когда пользователь начал записывать свой ввод и в какой-то момент прекратил. Мы читали, 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 дальше читать нечего, и мы понимаем, что еще вроде как что-то нужно было бы прочитать, но нам уже никто не отдает. Поэтому на ошибки тоже обязательно проверяем. Если, не дай бог, случилась ошибка, мы сразу же ее должны вернуть и прекратить работу, иначе могут быть странные вещи. Вы ожидали, что там JSON, а там на самом деле не JSON, а просто кусок какие-то ошметки пользовательского ввода. Обозначим это. Не смогли прочитать, все плохо. Соответственно, если же мы прочитать все смогли, нам нужно попробовать заанмаршалить тот пользовательский ввод, который прилетел. Объявим экземпляр нашей структуры, которую мы сделали, эхо парамс. Сейчас скажем, что это наш, что у нас есть sdata, ну, может, не sdata, да, пускай будет sdata. Неважно, какое именование, это все просто договоренность и не суперважно, что это будет. Соответственно, мы сделали экземпляр нашей структурки. Этот экземпляр, так, что-то, что-то редактор ругается, ругается на скобочке, как всегда. После того, как мы это сделали, нам нужно попробовать заанмаршалить наш пользовательский ввод, то есть джейсончик. При анмаршале может тоже случиться, что-то пойдет непоправимое, что-то пойдет не по плану, и на это нам тоже надо правильно отреагировать. Отреагировать таким образом, что мы пользователю должны об этом сообщить, потому что если пользователь ничего не знает, не понимает, то это плохо. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот она наша дата, которую мы вычитали. Вот из даты это наши структуры. Попробовали задемаршалить. Проверяем опять на ошибки по правилу хорошего тона. Если вдруг, не дай бог, случилась ошибка, расскажем об этом пользователю. Пускай думает, что он там криво нам передал. Двалид джейсон. Собственно, если же у нас все пошло по плану, все хорошо, мы смогли задемаршалить тот пользовательский ввод, который у нас был, разложить его по джейсону, мы можем спокойно проверить, что поле месседж, которое нам пользователь передал, оно действительно есть, и оно не пустое. Потому что, если же это поле пустое, нам нужно пользователю сказать об этом, отдать опять-таки ошибку. Сказать, прости, товарищ, давай заполняй это поле, только после этого мы начнем тебе отвечать правильно. МТ-месседж. Если же это поле уже есть, и там все хорошо, мы можем прямо им ответить, и это как раз будет то, что мы должны были сказать своим эхо-серверам пользователю. Пользователь передал, мы ему также ответим. Здесь я начал использовать модуль джейсон, поэтому его нужно обязательно подключить, иначе работать это не будет. Находится он в namespace encoding. Все эти модули, конечно же, должны быть установлены. Попробуем собрать контейнер и проверить, работает или не работает. И как это работает, как это... ага, не работает. Undefined data. Давайте смотреть, что же там я накосячил. Ага, вижу. Всякое бывает. EoTile. EoTile, конечно же. Так, стоп. EoTile. Read all. Очипятка, вижу. Да, конечно же. Ну, нет. Так, 41 строчка, что ему... Ага, я здесь неправильно написал defer где-то. Так, defer function. Тарам-парам-пам, парам-парам-пам. Что, 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 что? Что не понравилось? А, все. Скобочки, скобочки. Как всегда, любимые скобочки. Так, сейчас контейнер соберется наш. Вуаля, все, все чипятки поправлены, контейнер запустился. Так, проверим, что у нас в логе есть. Да, действительно, мы видим, что он запустился. Пойдем проверим, как это работает. Сначала наш live-ness-проба. Да, действительно, контейнер работает, наше приложение отвечает. Теперь попробуем проверить, что мы не поломали свою обработку get-параметров. Действительно, можно удостовериться, что обработка get-параметров не поломана. Все работает. Теперь попробуем отправить это методом post. Минус-минус data. И здесь напишем JSON. Нам нужно поле message, в котором мы напишем также hello world. Так, так, так. И отправляем мы это все на наш контроллер. Get-параметры нам здесь не нужны. Проверяем. Да, действительно, видим, что наше приложение нам ответило, как положено. Если же мы вернемся в контейнер, посмотрим, какие логи есть в контейнере. Прошу прощения. В контейнере мы видим, что у нас было одно обращение по методу get, в который было передано два параметра a и b hello world. Мы видим здесь время ответа, мы видим статус ответа и видим, что второе обращение было методом post. Давайте же теперь проверим, что случится, если мы передадим туда, например, неправильный параметр. То есть от нас ждут message, а мы передадим туда сообщепятка message. Видим, что ответа нет никакого. Если проверить, что же было в заголовках, да, заголовки было 500. Все верно. Мы не делали никаких кастомных заголовков, мы прямо ответили 500. И в логе мы точно так же видим, что вот было два запроса. Они были с неправильным сообщением. Это был empty message. Действительно, поле message у нас в нашем JSON не было. Это наш response error. Мы видим, что это была 500. На это можно реагировать. И если же сейчас мы пойдем в наши метрики и проверим, что же там... Ой, можно без way, не постом, конечно же. Сейчас проверим, что расскажут нам наши метрики. Так, я его опять переименовал куда-то. Вуаля, вот они наши метрики. Проверяем, что здесь происходит. В метриках мы сразу же должны увидеть, что у нас были 500, были 200. Сейчас домотаем до верха. Да, вот мы смотрим. Вот они были 200. Мы видим среднее время ответа. Видим, за сколько оно отвечало. Сейчас найдем еще. Так, это я сильно высоко покрутил. Вот они, 500 наши. Вот мы видим, что были у нас две 500, тоже видим среднее время ответа. То есть в метриках это тоже все прекрасно осело. Значит, у нас приложение абсолютно корректно работает. В логе сообщение оно пишет, метрики оно собирает. Вуаля, таким несложным способом мы написали теперь контроллер, который умеет обрабатывать GET-методы, POST-методы, разбирать запросы из GET и POST-методов, демаршалить наши структуры из JSON, приправили приложение еще парсингом JSON. Соответственно, развитие дальше такого приложения не составляет никакого труда. Можно по аналогии это все делать. И в будущих видео я попробую еще рассказать, как мы умеем работать с базами данных. Это тоже есть в стандартных наших пакетах. И мы это же приложение просто приправим еще работой с базой данных. Попробуем взять их несколько, проверить, насколько удобно и как хорошо это делать. Ну, а в данном видео, наверное, все, что я хотел вам рассказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо, до свидания. Скринкасты